В Хабаровске построят центр реабилитации детей с инвалидностью. Об этом было заявлено на международной онлайн-конференции, которая прошла в рамках первых международных детских инклюзивных игр. Участники из пяти стран обменялись опытом реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Россию представили специалисты из Москвы и Хабаровска. Репортаж Дарьи Небора. В окошке вы должны себя увидеть, в окошке вы видите. Видите? Не видите? А есть технический специалист, который может это помочь сделать. Видеоконференция, к которой в Хабаровске готовились целый месяц, начинается. В Краевом центре развития образования завершают отладку видеосвязи и звука. К трансляции подключились более 500 участников из России, Белоруссии, Казахстана, США и Германии. Среди выступающих – те, кто профессионально занимается реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья. Представители науки, медицины, чиновники и общественники. Слушатели – все желающие. Смотрю вопросы, которые пишут слушатели у нас на странице в Ютубе, и чтобы потом была возможность получить у них обратную связь от наших спикеров. Хабаровский край занимает 74 место в России из 85 по количеству людей с инвалидностью. Их становится меньше. Как говорят в Краевом правительстве, тенденция общемировая и связана с развитием медицины. Однако есть и тревожные данные. Среди инвалидов растет доля детей, и сейчас она приближается к 8%. Для выявления патологий у детей до 3 лет в Хабаровском крае работают 67 служб. В ближайшее время в Хабаровске начнется строительство одного из крупнейших на Дальнем Востоке центра реабилитации для детей-инвалидов. Проект стоимостью 2 миллиарда рублей почти готов. Об этом во время международной онлайн-конференции рассказал заместитель председателя краевого правительства. Об основу проекта подольского центра реабилитации. Он сейчас перепривязывается к местности и существенно дорабатывается. Главное отличие нашего центра, который будет возводиться, в том, что там не только реабилитация и не только медицина. Там еще и образование, то, чего нет в других центрах. Международная онлайн-конференция по реабилитации людей с инвалидностью продолжалась два дня. Участники обменялись опытом в особенностях реабилитации людей с сенсорными и ментальными нарушениями, а также возможности палеоативной помощи. Дарья Небора, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».